Небудущего колдуна. Красота белого цветка, способная соперничать с величественным Жасмином, не раскрывает безумный и порабощающий состав его бобов. Половина мира покорилась ему. Другая же половина либо не знает о его магии, либо стала аскетами и отказалась поддаться ему. Во всей человеческой изобретательности в извлечении удовольствия и питания из груди Матери-Земли, ты, кофе, выделяешься как то, что вселяет яростную, неугасающую веру. Ты затмил Владыку Света. Ты затмил Владыку Света. Ведь для верующих в тебя начало дня — это ты, кофе, а не рассвет. Что произойдет, если вы бросите пить кофе на месяц? Кофе вкусный и очень непростой напиток. Он стал предметом многих исследований, где ученые пытались выяснить, как он влияет на наше здоровье. Некоторые настаивают, что горячая чашка кофе утром дает организму позитивный заряд на весь день. Другие же, наоборот, предупреждают, что потребление кофе может привести к хроническим заболеваниям в будущем. Но истина, как всегда, находится где-то посередине. Вы будете удивлены, как изменится ваше тело, если вы бросите пить кофе на 30 дней. В доказательство мы подготовили и провели эксперимент специально для вас. В течение двух лет я начинала свой день с чашки кофе. Не могу себе представить утро без него. Но мне всегда было интересно, что произойдет, если я брошу. Я не нашла точной информации в интернете, поэтому решила проверить сама. Первый день был самым трудным. Я не могла сконцентрироваться и все время хотела спать. В течение недели я заменяла кофе зеленым или фруктовым чаем, цикорием, фруктовыми салатами, и это немного помогало. Все из-за кофеина, который вызывает привыкание и сильно воздействует на наш мозг. Химия мозга меняется, и он начинает требовать все большие дозы кофеина, чтобы достичь желаемого состояния. Без кофе у мозга началось кофеиновое голодание, но мне удалось немного погасить его с помощью чая и цикория. Неделя вторая. Мне страшно хотелось выпить кофе в начале недели. Я даже почти сломалась. Цикорий больше не помогал. Но я не поддалась искушению и гордилась собой. На этом этапе организм достиг своего минимума. Именно поэтому пить цикорий больше нет смысла. На самом деле, эта неделя самая трудная. У вас могут появиться усталость, головные боли и даже перемены настроения. Неделя третья. Я стала гораздо быстрее засыпать по ночам, а не ворочаться часами в кровати, как раньше. И должна признать, это стало для меня настоящим открытием. Все потому, что действие кофеина длится примерно 6 часов. И если вы выпили кофе менее, чем за 6 часов до сна, то вас будет мучить бессонница. В результате, утром вы будете чувствовать себя усталым, и вам будет нужна очередная доза кофеина. Замкнутый круг. Поэтому, когда вы бросаете пить кофе, ваш организм привыкает к жизни без кофеина, а вы начинаете спать крепким сном. Четвертая неделя. Вставать на работу стало значительно проще. Чтобы все успеть, я просыпаюсь в 6 утра. Но раньше я трижды переставляла будильник, прежде чем вставать. Теперь я делаю это с легкостью и полна сил. Многие ресурсы утверждают, что кофе – источник антиоксидантов. Но это не совсем правда. Все напитки с кофеином наносят удар по нашему здоровью в долгосрочной перспективе. Поэтому, когда вы перестаете их пить, переключаясь на воду, ваше тело получает энергию естественным путем, а ваше здоровье, сон и внешний вид улучшаются. Что дал мне этот эксперимент? Здоровый сон. Теперь я крепко сплю и высыпаюсь за 6 часов. Даже этой причины достаточно, чтобы перестать пить кофе. Бодрость. Оказывается, отдохнувшему организму не нужно кофе, чтобы проснуться. Я также стала спокойнее. Моя продуктивность выросла, потому что я больше не трачу время на очередную чашку кофе. Только представьте, сколько времени мы проводим в очередях в кофейнях. Здоровый внешний вид. Я выгляжу посвежевшей, потому что стала высыпаться, и у меня исчезли круги под глазами. К тому же мои зубы стали гораздо белее. Забота об окружающей среде. Только представьте количество отходов от потребления кофе. Теперь я чувствую, что забочусь об окружающей среде хотя бы чуть-чуть. Хорошее настроение. Многие бывают раздражительными до первого глотка кофе. Без кофеина этих перепадов настроения больше нет. Я всегда в отличном расположении духа. Ладно, почти всегда. Отказ от зависимости. Скажу честно, после эксперимента я позволила себе выпить пару чашек кофе в разных местах. И знаете что? В нем не было ничего особенного. Как мне вообще нравился кофе до этого. Что самое интересное? Оказалось, что это не сам кофе я так любила, а ритуал утром дома или на работе, когда я его варила и пила. Вы легко можете заменить этот ритуал чем-то более полезным. Многие люди любят кофе. Ну, как люди сами говорят, пьют для бодрости, проснуться, чтобы не заснуть за рулем, чтобы не заснуть на дежурстве, в ночную смену, на работе и так далее. И тому подобное. На самом деле, если объективно отбросить все самовнушения и самооправдания, то в сухом остатке останется привычка и зависимость, и более ничего. Любой человек, впервые в жизни попробовав, без сахара, молока, специи, черный кофе, не получит никаких приятных вкусовых ощущений напротив. Кофе покажется противным, горьким и так далее, но невкусным. Но все меняется со временем и многое становится привычкой. Вот эти и другие стереотипы и домыслы мы сейчас с вами разберем. А оставим только одну истину. Кстати, а вы слышали о том, что некоторые, наоборот, засыпают, выпив чашку-другую кофе на ночь? Да, некоторые этим даже кичатся, мол, вот какой у меня уникальный крепкий организм. Я пояснил природу такого явления чуть позже, но обо всем по порядку. Знаете ли вы, что, несмотря на колоссальное сопротивление, кстати, да, и деньги, совсем недавно Калифорнийский суд США все же признал кофе канцерогеном. Теперь кофейные компании обязаны ставить на упаковке с кофе специальные маркировки, что кофе может приводить к возникновению рака. Да, дорогие друзья, не удивляйтесь. Кофейные компании за 7 лет судебных тяж так и не сумели доказать, что потребление кофе небезопасно в этом смысле. Почему? Да дело в том, что кофейные зерна в процессе своей обжарки выделяют канцерогенное вещество акриламид, о чем я говорил в своих лекциях много лет назад. А акриламид это мощнейший мутаген, канцероген, который образуется в продукте, в этих зернах кофе, при его обжарке. Вот почему я категорически не рекомендую потреблять термообработанный шоколад и кофе, так как при жарке какао, бобов и зерен кофе образуются новые, не существующие в сырых плодах опасные для здоровья синтетические соединения, которые медленно убивают человека, воздействуя на клетку и ДНК, приводят к мутациям при делении клеток в процессе метозы, то есть без полувыделения клеток. Так вот, одна чашка кофе содержит примерно в 10 раз больше этого вещества, чем доза, которая может принести существенный вред здоровью. Да, то, что будут вопросы о шоколаде, я это знаю, поэтому предвидея наперед скажу, что шоколад я советую есть только безвредный и даже полезный. И да, такое существует. Это только сырой, живой сыроедный шоколад, где нет обработки термической зерен какао-бобо. Что касается акриламида, вы теперь уже знаете, что это такое в общих чертах, что в жареном кофе его больше, чем где бы то ни было в других продуктах. Но, кстати, тем не менее, в 16-м году, совсем недавно, онкологическое агентство Всемирной Организации и Здравоохранения исключило кофе из списка возможных канцерогенов. И это понятно, миллиарды долларов перевесили совесть заинтересованных людей и истину. Ну, впрочем, как всегда. Но канцерогены далеко не все проблемы и беды, связанные с кофе. Слушайте про остальное. Многие пьют кофе по утрам, системно, долгие годы. К чему это приводит? Что происходит при потреблении кофе натощак? Вот вопрос. А происходит моментальная реакция с выработкой соляной кислоты в желудке. И поскольку еды нет, а кислота выделяется, выделяется напрасно, выделяется избыточно, так как она необходима для переваривания вообще-то твердой пищи, в основном белковой, то постепенно такая непродуктивная выработка соляной кислоты приводит к деградацию этой функции, ну, за ее ненадобностью, то есть к уменьшению выработки самой соляной кислоты в желудке. И тогда уже при потреблении пищи она начинает хуже перевариваться, эта пища. Особенно сложные высокомолекулярные белки, белки животного происхождения и бобовые. Тогда белковые молекулы, частично не переваренные в больших количествах, чем это происходило бы без таких вот кофейных тренировок, начинают попадать в следующий отдел ЖКТ, то есть 12-перстную кишку, где даже под воздействием фермента трепсина, поджелудочной железы, не могут до конца перевариться и всасываются через стенки тонкого кишечника в кровь цельными, вызывая реакцию антигена-антитела. Именно это явление, вот эта вот реакция антигена-антитела, ищиной всех болезней человека, то есть потребление и последствия потребления высокомолекулярных белков. В результате многие эндогенные яды остаются и накапливаются в организме, поскольку перегружаются все выделительные системы и некоторые органы, печень, почки, лимфатическая система. Смотрите мою лекцию по лимфе обязательно. Конечный результат накопления и неполного выведения токсинов из организма есть нарушение деления клеток, грибковые поражения и, как следствие, доброкачественные опухоли и онкология. Еще одна проблема, она заключается в том, и я об этом тоже говорил ранее, что кофе сильнейший закислитель организма, а ведь все среды нашего организма, за исключением желудочного сока, щелочные, кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, слюна и прочее. Также в кофе есть разнообразные вещества, которые влияют на слизистую желудка, то есть не только бактерии Helicobacter, и кишечника, приводя к язвам и гастритам, как непосредственным своим воздействием, так и излишним закислением сред. В результате защитные барьеры желудка, кишечника ослабевают, и человек начинает болеть, любые хронические заболевания обостряются, иммунитет падает, могут развиваться инфекции и аутоиммунные заболевания. А вот еще одна проблема кофе. Кофе вымывает важнейшие минералы из организма, особенно щелочные, калий, кальций, марганец, натрий, магний и даже цинк. Это происходит именно из-за попытки организма снизить избыточную кислотность кишечника, чем щелочью, конечно. То есть, как с молоком, когда из-за закисляющего воздействия молочного белка козьина, о чем я говорил ранее в своих лекциях, посмотрите обязательно по молоку, организм вынужден брать все щелочные минералы, вот эти щелочные металлы, на реакцию нейтрализации кислот, как из самого выпитого молока, так и из запасов собственного организма. Вот почему. И разрушаются зубы, кости и волосы. Мы сильно закисляем свой организм неестественной, белковой и вареной, донатурированной пищей. А добавить, если к этому кофе, процесс ускоряется многократно. Помните об этом? Еще одна проблема кофе заключается в том, что систематическое потребление его приводит к расслаблению, дисфункции сфинктера между желудком и пищеводом. Ну, что в свою очередь приводит к выбросу кислоты из желудка в пищевод. И мы ощущаем, что? Изжогу, сдутие, отрыжку. А теперь про энергию. Запомните, дорогие друзья, и не обманывайте впредь себя более. Кофе не дает энергию, а напротив, забирает энергию у организма, укорачивая его небезграничные ресурсы. Кофеин, если он вообще есть в кофе, об этом ниже мы поговорим, он стимулирует выработку трех гормонов. Адреналин, норадреналин и кортизол, гормоны наточника. Все эти гормоны вырабатываются в организме естественным путем на стресс, опасность, ярость. Они заставляют организм высвобождать любой ценой скрытые резервы энергоресурсов. Ну и в период необходимой мобилизации организма это жизненно важно, чтобы выжить, спасти себя от какой-то угрозы. Такая постоянная кофейная тренировка, так сказать, изнашивает компенсаторные резервы организма, сокращает запас прочности, сил, энергии, и организм быстрее стареет. После прекращения действия этих гормонов возникает упадок сил, то есть упадок энергии, так как резервы истощены, и организм требует отдыха, сна для частичного восстановления энергии. Но если человек не отдохнет, не поспит, а будет стимулировать себя еще и еще одной чашкой кофе, то разрушение организма ускоряется, и болезни, которые еще вчера были в латентной, то есть скрытой форме, проявляются и берут вверх над человеком. Возникает упадок сил, хроническая усталость, утомляемость, апатия и даже депрессия. Скажу и в защиту кофе несколько слов. Если бы кофе был органическим, цельным, зеленым, без термообработки, то тогда можно было бы еще избежать подобных пагубных воздействий и даже перевести пример в некоторую пользу в некоторых случаях. Но не стоит цепляться, пожалуйста, за мои эти слова. Когда-нибудь я поясню свою эту мысль. Но давайте теперь я вам расскажу, что вы пьете. Если вы вообще пьете кофе, конечно же, да? Может быть, его пьют ваши близкие и родные, это надо знать. И вот я лично отказался от кофе много-много лет назад, когда я стал замечать, что эта привычка переходит в зависимость. И я хочу его пить больше и больше. Тогда я сказал себе примерно такие слова. Что я слизняк, слабак, слюнтяй какой-то? Что надо мной что-то берет вверх? Может сделать зависимым? Или я человек? Да, не бывает. Как вообще реагирует, как действует кофе? Вот ведь что важно вам рассказать. Ну, как он действует на организм в момент его потребления и спустя какое-то время. Так вот, кофейное зерно, как известно, имеет внутреннюю и наружнюю оболочки. Наружняя оболочка в процессе роста и созревания зерен кофе накапливает алкалоид под названием кофеин. А вот внутренняя оболочка накапливает другой алкалоид, теобрамин. Кто сам размалывает и варит кофе цельнозерновой, тот получает с ним сразу два алкалоида. Кто покупает растворимый кофе, даже самый дорогой, премиальный, получает только один алкалоид, теобрамин. Так как кофеин снимается, слущивается кофейной промышленностью при изготовлении растворимого кофе и пускается на медикаменты, например, цитрамон и энергетические различные напитки. А вот внутренняя оболочка зерна идет на производство того самого до боли родного и знакомого любимого растворимого и гранулированного кофе. Поскольку это многомиллиардная индустрия, то уже более 10 лет попытки, все попытки ввести в закон и заставить компании писать на этикетках, что данные виды кофе без кофеина не венчаются успехом, как, собственно, и тот факт, что ВОЗ отклонила неоспоримые данные о том, что акриламид вызывает рак. И это звенья все одной цепи. Деньги ведь решают. Ради справедливости стоит сказать, что есть маркер растворимого кофе, который все же содержит некоторое, совсем, правда, незначительное, остаточное количество кофеина. А есть и те, кто пишут, что кофеина в кофе у них нет. Но это исключение, и ничего они не решают. Итак, кофеин, он сужает просветы всех сосудов, кроме почек. Запоминайте, это самое главное. Кофеин сужает просветы всех сосудов, кроме почек. Потому и повышает артериальное давление крови. Вы помните про гормоны стресса? Они это и делают. А вот сосуды почек, и только почек кофе расширяет, потому он есть мочегонное средство. Так как повышает кровоток в почках, значит, происходит ускоренная фильтрация крови в почках с образованием мочи и быстрым ее выведением. Причем моча прозрачная, как правило, как вода. Потому что почки просто работают холостую и, кстати, перегружаются, и их ресурс снижается при этом. Этот эффект кофеина проходит уже через 20-25 минут, и тогда наступает явная работа другого алкалоида, теобрамина, так как его эффект медленный и более долгий. Действует он около часа и заключается в том, что теобрамина расширяет напротив, то есть расширяет все сосуды организма, но кроме сосудов почек, то есть с точностью наоборот. То есть артериальное давление из-за расширения просветов сосудов, что снижается при действии теобрамина. Потому у гипертоников, у кого повышенное артериальное давление, от растворимого кофе и нет гипертонических кризов и повальных смертей, как были бы непременно от цельнозернового кофе с его кофеином. А почечный кровоток, напротив, ухудшается. Из-за сужения почечных сосудов иногда могут быть даже тянущие ощущения в области почек в пояснице. Ни к чему хорошему такая тренировка в перспективе не приведет. Но кровоток почек при этом можно восстановить. Правда, не сразу, но все же можно, выпив стакан воды. Лучше водородной воды с ОВП минус 200, минус 700 милливольт или с содовой водой, правильно приготовленной. Но это не значит, что ничего страшного и можно пить кофе и дальше. Хотя решайте сами, стоит пить любимый ваш кофе или все-таки уже не стоит. Важно пояснить вот что. Надо подчеркнуть, что часто после растворимого кофе хочется спать, а не бегать. Это правда. И тут нет ничего удивительного. Это происходит именно потому, что в нем нет кофеина, а есть теобрамин. Так что те, кто гордится своей особенностью, мол, от кофе я сплю, вот такой я крутой, особый такой, расслабьтесь, товарищи. Теперь вы знаете истину, от чего вы засыпаете после подобного, так сказать, кофе. Поэтому если пить растворимый, нецельнозерновый кофе, то вы будете разбитый, вялый, сонливый. Если же цельнозерновый кофе будете пить, то искусственная бодрость к вам придет всего на 20-25 минут. А после ждите фазу сонливости из-за неминуемого воздействия теобрамина. Какой бы сорт кофе вы не потребляли, именно потому и формируется в начале привычка, когда через полчаса человек пьет еще одну чашку, чтобы вернуть бодрость, а через 30 минут еще одну и еще, со временем эта привычка перерастает в самую настоящую, обыкновенную и стойкую наркотическую зависимость. Вы человек или наркоман, скажите себе сами. По крайней мере, более не обманывайтесь, что кофе не наркотик, а вы независимы от него. Будьте разумны и честны хотя бы перед собой. Кстати, обратите внимание на то, что дальнобойщики, и не только они, бьются ночью на 20-40 километрах трасс от городов, из которых ночью они выехали, выпив на дорожку пару чашечек крепкого, горячего, горячего, любимого, растворимого кофе. Ведь действовать его брамина человек не может усилиями воли побороть. Рано или поздно случится то, что случается. Такие же кюветы и аварии можно постоянно наблюдать в тех же, ну, примерно 30-40 километрах от кофеин на дорогах, где водители отхлебнут чашечку кофе. Тем более ночью, когда организм особенно сопротивляется бодрствованию, если у него, конечно, не сбитая естественная программа ритма в жизни, так как ночью человек должен крепко спать. И это естественно. Тут вспоминаются слова поросенка Фунтика из одноименного детского мультфильма советского. Лучший кофе на дороге отхлебнешь, протянешь ноги. Там смысл другой, однако верный и по причине, о которой я вам сейчас только что рассказал. Биохимия и жизнь это подтверждают. Берегите себя и своих близких, если они вам дороги, конечно. Также берегите, что еще важнее, если вы человек порядочный и совестливый, жизни и имущества ни в чем не повинных людей не пейте не только алкоголь вообще, но и кофе тоже. Ну уж кофе, по крайней мере, за рулем не пейте. По крайней мере, растворимый. Отправляясь в вынужденную ночную дорогу, отоспитесь днем или вечером. В крайнем случае возьмите в термос с собой черный или зеленый чай, там уж по крайней мере нет теобрамина, только кофеин, который даст вам бодрость на какое-то время. В жизни человека много самообманной глупости, как только человек себя не обманывает. Например, с алкоголем, говоря, что он пьет и стресс снимает, а на самом деле он только усугубляет свой стресс. И это хорошо видно на энцефалограммах. То, что ему кажется, что стресс ушел, так это влияние наркотика, то есть этилового спирта, после определенных доз которого человек просто перестает чувствовать боль. Так же и с кофе, дорогие друзья. Энергия-то и есть кажущаяся, но эта энергия, не данная вам самим продуктом, то есть кофе, а взятая этим кофе из ваших собственных же ресурсов, из вашего упущенного будущего. Вот подумайте, дорогие друзья, стоит ли это искусственное 30-ти минутное возбуждение, крадущее вашу энергию, ресурсы организма и потенциал вашей жизни в целом, того, чтобы расплачиваться за эту привычку и гормональную наркотическую зависимость своим здоровьем в угоду 7-минутного рывка своей человеческой слабости и глупости, вместо того, чтобы наладить простое естественное человеческое питание, здоровой пищей и водой, богатой необходимой энергии, вести здоровый естественный образ жизни в любых условиях и среде своего обитания.